Ассалам алейкум, братья и сестры, с вами Коча ТВ. И в данном видеоролике я хочу обратиться ко всем мусульманам и ко всем мусульманским медийным личностям и общественникам. Потому что я заметил, что они молчат. Молчат в то время, когда нашего брата хотят растерзать. Я думаю, вы все прекрасно знаете историю Саида Мухаммеда Джумаева, 20-летнего чеченца, который был на митинге. И выходил он на данный митинг, хочу еще раз заметить, не за Навального, а за свободу России. За то, что у каждого гражданина есть права, и каждый может их отстаивать. Он выходил за справедливость, поэтому, пожалуйста, не путайте. И что же он сделал, да? Он увидел, как ОМОНовцы, некоторые на него стали налетать, поднимать дубинки и сбивать обычный мирный народ. И Джумаеву это не понравилось. Он стал горой и за себя, и за народ. Он не позволил этим некоторым ОМОНовцам просто так бить себя, и сбивать обычный мирный народ. И что мы сейчас видим? Этого человека хотят публично, извините меня за такое слово, казнить, разумеется, в кавычках, да? То есть сейчас все это публикуют, за ним выехало ФСБ, да? Как будто он какой-то террорист. А что он сделал? Да ничего такого он не сделал. Что у этих ОМОНовцев какие-то проблемы со здоровьем начались, да? То есть получается, у нас один ОМОНовец идет и отправляет бабушку в нокаут, отправляет ее в больницу, и все нормально. На него не заводят уголовное дело. И опять же, да? Мы же все равны перед законом. А тут ОМОНовец чуть ли не отправляет бабушку на тот свет, и все ему сходит с рук. А тут, когда вот происходит инцидент, когда некоторые ОМОНовцы сами нападают на обычных граждан, за то, что, видите, они вышли на несогласованный митинг. Люди, окажется, должны спрашивать у власти, можно ли мы пойдем против вас. И опять же, да, это был мирный митинг. Саид первым не нападал на ОМОНовцев. Его спровоцировали они же сами. И тут ему устраивают публичную порку. По моей информации, ему дадут очень большой срок для того, чтобы другим было неповадно. И я смотрю, что многие мусульманские медийные личности просто так молчат, что типа ничего не было. Нашего брата сейчас собираются казнить. И почему многие молчат? Я просто не понимаю, да? Что сделал Саид? Ничего он такого не сделал. Он поступил как истинный герой. Он народный герой. И я считаю, что каждый из мусульман не должен молчать. Мы все должны стать горой за этого героя. Законопослушные россияне имеют право защищаться от хулиганских действий милиционеров. Об этом заявил сегодня глава МВД Рашид Нургалеев, общаясь с курсантами милицейских вузов. Если идет нападение, то в любом случае должна быть самооборона. Правильно? Если нападение... Вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер меня начинает бить. На основании чего? Я что, преступник и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, здесь будет именно та заваруха, о которой мы говорим. Поэтому мы здесь все равны. А гражданин будет двойне равен. Нургалеев добавил, что министерство ведет бескомпромиссную борьбу с преступниками в погонах и будет делать это и дальше. Нападение в сотовую полицию. Опа! 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 ДОСМОТР ДОСМОТР СНЕМАТЬ Свободу, Навальный! Свободу, Навальный! Свободу, Навальный! Отпустите! Ребенка? Вы с ума сошли что ли? Он же маленький, отпустите его! Правильно, что ты делаешь? Вперед! За свободные выборы, за то, чтобы туда могли баллотироваться и Навальный, и Минский, короче, все-все-все! Вы что делаете? Женщин бьете! Позор! 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 Сегодня проводятся несанкционированные митинги, просьба в них не участвовать, за это предусмотрена административная ответственность. И по возможности как можно быстрее покинуть следствие. Хорошо. Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Это наша вина! Это мы допустили наше поколение! Это что здесь нет моих детей! Мне стыдно! Но я не могу их упрекнуть! Они боятся, наверное! Соблиняются социально, в ресторан сутки! Исправим наше маски и поршетки! В сторону! В сторону! В сторону! Моя бабушка умирает в больнице и просто потому что нет медикамента! Мне не нравится то, что моей бабушке не хватает пенсии вообще на жизнь, на абсолютно проживание, у нее проблемы со здоровьем, она не может лечиться, потому что в бесплатных поликлиниках медицина отвратительная, а в платных поликлиниках это стоит жутко дорого! Нас незаконно сажают в принципе всех! То есть очень много случаев, когда людей посадили не за что! Фашисты! 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 Кого вы защищаете, ребята? Я хожу в больницу, такие, как и ты ходишь! Ты со мной живешь с соседом моим! Что вы делаете? Кого вы рубьете? Руби меня! Руби! Версиан, хит мне! Представьте себе, что банда пришла к власти у нас в стране, захватила страну нашу, да? И нещадно грабит ее! У нас уже в стране, нам ничего не принадлежит! Наверное! Алексея мы тоже поддерживаем, конечно, потому что он такие расследования в массы дает! Переживаем за него тоже! Как лидера мы его, конечно, пока не рассматриваем! Ну, я надеюсь, что он станет президентом! Это был бы лучший президент для нашей страны! У нас отсутствует закон! Людей осуждают и задерживают безо всякого повода, без соблюдения каких-либо законов юридических установлений! То есть мы живем в стране без законов! Навальный пешка в чужой игре! Он в чужой игре, в игре американцев, в игре европейцев может быть! Вот! Его взяли в ГПЗ, но и слава Богу! Его не убил здесь, на улицах Москвы! Американцы или там украинцы, вот как вы убили Немцова! Дорога! Дорога! Вы решите толкать! Вот так они не могут! Мне лично не нравится, что когда мы живем в демократической стране, они составляют, молчают! Мы хотим, в общем, свободу слова, реально, по закону, по трудовому! И хотим сами свои слова рассказывать, как молодой поколений мы имеем на это полный вопрос! Мы можем высказать своими мнениями, но оно никак не котируется! То есть... И вообще, как это, жить? Работать за копейки, вообще непонятно, что он творит с народом! В деревнях люди без дров сидят! Дрова себе позволить не могут на пенсию, это... Мерзнут люди! А он хоромы строит! Бессовестный! Позор! 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 Я не могла не прийти, мне не нравится, когда у нас одна лысая, простите, физиономия сидит больше 20 лет, народ грабит, народ при этом вымирает, Россию распродают китайцам, кому угодно, своим дружкам. Мне это не нравится категорически. Развали будет здравоохранение, развали будут... Школы закрывают, мне все не нравится. По телевизору я вообще молчу. Вечерние звоны, простите, правды нет, все скрывается, выборы фальсифицируют. Мне ничего не нравится, мне нравится, потому что они плитку перекладывают по пять раз в год в моем родном городе. Я засменяю мысль власти и просите за то, чтобы они жили за одну зарплату. Позор! 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 Поэтому, я считаю, молчать нельзя. Рад, что сегодня люди разных взглядов и за Платошкина, и за Хургал, и за Новосоциализм, и от Костей все именно людей видел, и фонд борьбы с коррупцией. Это здорово! Это круто, что есть какие-то общие ценности, гуманистические, демократические, которые всех объединяют. Я вам сказал уже сто раз всем объясняю! Я вышел согласно треть 30 статьи Конституции, вам не застаться этого? Вы поделиваете Навального, а Путина власть Мне не Навальный, никто. Мне свобода нужна, чтобы была выражена, я мог выразить свое мнение и все. Понимаете, не обязательно мое мнение совпадает с мнением Навального. У меня есть свое мнение.